В Инте под ледяной глыбой погиб мужчина. Информации об инциденте немного и в основном она поступает от правоохранительных органов. Прокомментировал ситуацию и мэр приполярного города. Репортаж Евгения Райкина. Трагедия произошла на территории шахты Интинской, однако комментировать случившееся руководство предприятия отказалось. По данным следствия, ледяная глыба свалилась с козырька административного здания. В этот момент под крышей оказался один из работников компании. От полученных травм мужчина 63-го года рождения скончался. В ответ незамедлительно последовала реакция муниципальных властей. Хочется еще раз предупредить работников и руководителей жилищно-коммунального хозяйства, чтобы они понимали меру ответственности, что может произойти. И если такие вещи произойдут в городском хозяйстве, не дай бог, то мера ответственности будет самой жесткой, вплоть до уголовной. Сейчас надзорные следственные органы республики проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства смерти. Определяется ответственность должностных лиц. За нарушение правил техники безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Данным вопросом, я полагаю, будут заниматься и следственные органы. Вместе с тем прокурорская проверка будет продолжена до установления истинных причин нарушения, которые повлекли за собой смерть. Уже известно, что следственный отдел Инты возбудил уголовное дело по статье 109 части 2 Уголовного кодекса. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.